Культ, 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 культ. На календаре 27 января, пятница. Это программа Культ Поход на 101.0. Здравствуйте. Вас приветствует Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Да, у нас приподнятое такое настроение. Белым-бело стало в городе, да? Красиво очень. Потому что, да, очередной снегопад. На дорогах, конечно, творится, но не очень такая картина, да? службы коммунальные вот сейчас вышли, борются за чистоту городских улиц. Я сегодня прогулялся где-то порядка 40 минут, шел по городу. Ну, тяжеловато. Тяжеловато. Да, вот. Соглашусь. Да, я думаю, что сегодня многие за день тоже, наверное, устанут, да, передвигаться по улицам города. И вечером захочется хорошенько отдохнуть. И тем более отдохнуть в предстоящие выходные. И Культпоход рад вам подсказать, как можно провести время с интересом, с большой пользой. Как обычно у нас гости. Сейчас их представим. Но и не забывайте о том, что Культпоход это еще и розыгрыш всевозможных призов. Мы задаем вам вопросы, вы отвечаете. Все это будет после середины часа 211-101. Напоминаем номер нашего телефона. Ну, а теперь наши гости. Сегодня с нами в студии Анастасия Печенкина, создатель арт-комьюнити «Ветер» и преподаватель музыки. А также Илья Урс, фотограф проекта «Геометрия Киров» и музыкант. Здравствуйте. 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 И гости, да. Вот уже прозвучали эти замысловатые слова «Арт-комьюнити «Ветер». Ну, видимо, начинаем с традиционного вопроса. Что это? Кто вы? Знакомьте нас с вами. И слушателей наших, пожалуйста, знакомьте. Где вы находитесь? Чем вы занимаетесь? Это творческое сообщество. Арт-творчество. Комьюнити-сообщество «Ветер». Мы проводим разные мероприятия в городе. Творческие мероприятия. Фестивали, ярмарки, концерты, марафоны разные. И по кино, и теперь запускаем курсы. Пробуем разные форматы. И сейчас у нас есть пространство. Это домик вятского субъектива. Находится в центре города. И там мы проводим как раз события в основном. Но любим мы участвовать и проводить взаимодействие с другими тоже площадками. Например, с галереей прогресса, с герцинкой и много других. У вас в названии звучит «Арт-комьюнити». То есть это коммуна какая-то. Вас много объединилось. И что вы за люди по направлению творческому, так скажем? Это в целом творческие люди города. Мы как-то раз собрались, начали тусоваться, гулять по городу, поняли, что хотим какого-то движения. Это произошло два года назад, когда ковид начался. И мы поняли, что не хватает. Все люди сидели по домам, а вы гуляли. А мы вышли уже там в середине этого года и поняли, что хотим делать движ. И сначала между собой устраивали и начали расширяться. Это было человек 20, наверное, поначалу. А позже, ну вот сейчас, это уже меньше народу, и они меняются. То есть мы всегда открыты к предложениям, рады объединяться с другими организаторами и активными ребятами. Это могут быть и фотографы, и дизайнеры, и музыканты, просто организаторы, которые хотят себя пробовать. Разные интересные люди. Ну начиналось-то с чего? С музыки? Вы собирались вместе и что-то исполняли? Или в том числе и беседовали, обсуждали что-то? Было все. Мы собирались у костров, пели и закрывали. Абсолютно бесформатная какая-то, да? Гитара под мостом, проще говоря. Гитара под мостом. Титаника, да. Здорово. Так, и разговаривали, разговаривали, беседовали, беседовали, и опа! Да. Лампочка зажглась. Куда пойдем? Где будем? Да, что делать дальше? Хотим созидать уже, наконец, добро и свободу, которая у нас внутри. И очень много вдохновения было как раз в то время. Поэтому и организовали арт-каблинике. А еще наш город в этом очень сильно нуждается, потому что это такая самостоятельная, снизу, так скажем, выросшая творческая коммуна. Это вот именно то, что нашему городу очень-очень было необходимо. Вот. И, конечно, это вот такое дело в вашей жизни. Мне так интересно, у вас творческая специальность, да? Вы, наверное, закончили музыкальное училище. Да, музыкальный колледж. Готовили ли вас к тому, как там открыть собственное дело, как вести финансовые дела? Вот насколько творческий человек вообще готов? Ну, вот есть у вас какая-то была какой-то курс, дисциплина, связанная вот с подобными? Нет, вообще нет. Как зарабатывать на своей профессии? Да, я просто-то издвигаю вот этого вопроса. Ну, вот действительно, наши творческие люди, вот они выходят, обладая какой-то творческой специальностью, а умеют ли они продвигать собственный бренд, вот рассказывать о себе, готовят ли? Нет, этому не учат. Приходится учиться самим и на своих ошибках, на своем опыте. И плюс все равно при рождении, мне кажется, дается эта жилка предпринимательская, и как раз она у меня появилась. И начали реализовывать вместе. И есть, то есть я, например, вот руководитель нашего комьюнити и много других людей, которые ребята готовы исполнять именно. То есть им нравится просто быть в этом комьюнити, которое создает. И мы вместе реализовываем все дела. Давайте для примера приведем какие-то несколько последних проектов. Мероприятий. Последних, в смысле, по хронологии, да, где вы участвовали, что организовывали, возможно, это на слуху жителей нашего города, просто чтобы напомнить о себе. Да, самый крупный фестиваль, который мы уже несколько раз организовывали, фестиваль «Выдох». Музыкальный фестиваль. Проходил он и на набережной, и в конструктор-практик на веранде. Было мощно, около 300 человек мы собрали. Хороший результат. И мы растем, продвигаем и летом снова проведем его. Потом мы объединяемся часто с другими фестивалями, например, «Вятка», «Река» с галереей «Прогресса». Самое последнее мероприятие — это разные такие уже больше между собойщики, потому что в целом сейчас меньше людей стало ходить, и мы проводим это в домике, а там пространство все-таки ограниченное. Кулинарные мастер-классы, мастер-классы по созданию там рождественские гирлянды из засушенных апельсинов, корицы, вот такие штучки. Плюс концерты. Постоянно концерты у нас из нашего проекта рождаются разные музыкальные коллективы и новые творческие, художественные тоже проекты. Проект «Наброски» очень тоже имеет сейчас успех. У нас художественный колледж ходит к нам заниматься, рисовать. Мы просто садим натуру, и она позирует для наших художников. Так, а что, там у них не может никто позировать? У них это есть, но это в черковом формате. В чем именно ваша фишка? Меньше свободы, и в целом они это делают редко там. И поэтому им хочется лишний раз прийти и порисовать. Вот они приходят на нашу площадку, им комфортно. В какой-то более неформальной обстановке, да? Молодежный такой. Как-то у вас все с воздухом связано. Ветер, выдох. Да. Почему именно ветер, кстати, родилось это название? Почему не солнце? Солнце, в принципе, тоже хорошая идея. Мы гуляли, гуляли, отдыхали, и нам пришла в голову строчка. Несколько дней я нашла. Кто видел когда-нибудь ветер? Ни я не видел, ни ты. А мы как раз эти три дня там продумывали, что как бы назвать. Потому что это важно. Это было очень важно дать такое название громкое. И вот ветер, ветер родился из песни. Песня СПБЧ. СПБЧ. Это самое простое, самое простое большое число. Злой песня. И в итоге вот теперь мы ветер и называем, в принципе, наши мероприятия тоже относительно этого слова. Есть разные приколы, типа деньги на ветер, когда мы собираем донаты на нашу организацию. А потом... Ветер в голове. Ветер в голове. Это наш будущий теток на самом деле, да. Тоже расскажу еще. Если говорить об обучающей программе, кто может к вам прийти, с кем вы занимаетесь. Какие направления есть, да. Какие направления существуют. Чему способны научить наших горожан. И устраиваете ли вы прослушивание, не знаю, как в музыкальной школе. Ребенка же садят, да. Что-то там берут ноты какие-то. Можно признаться, что меня вот не взяли. Да. Если он может, если он может повторить. Ну, то есть какие-то признаки музыкального слуха выясняют. Вы тоже тем же самым занимаетесь? Нет. Все намного проще. Сейчас как раз мы не сказали, что от Art Community Ветер рождается новый проект. Он сейчас вот организовывается. Школа Ветра. И как раз мы преподаем для и малышей, и для взрослых, для любого возраста музыкальные инструменты. И нет никакого прослушивания. Здесь главное желание. И научиться может любой. Нам в колледже, в принципе, пропагандировали то, что и слух есть. Нет вот этого медведь на око наступил. У всех есть слух, мы же все слышим. И, ну, один момент, только чувство ритма. Это более такая сложная вещь, которую сложнее развить. А так все реально. Все. Мой детский комплекс. Когда мне в шесть лет не взяли. Люди помогут от него избавиться. Да. Если не срастаются с музыкой, всегда есть фотографии. Вот, фотографии, видимо, переходим уже к этому направлению. То есть у вас, да, не только музыкальное, различные, там, фортепиано у вас, укулеле. Фортепиано, гитара, укулеле, вокал. Битбокс еще даже. А, еще битбокс. Ага. И появляется новое направление, еще фотография. Это для меня. Илья. Я уже записалась. С фотографией все куда проще. Если есть хотя бы какой-то поверхностный творческий взгляд, этого уже достаточно для того, чтобы заниматься фотографией. Потому что там все-таки много все-таки вопросов технических, усвоив которые, человек уже более-менее может делать какой-то интересный фотоконтент. А возрасту тоже абсолютно никакую роль не играет. Я уже преподаю достаточно долго, много, два года. У меня были ребята разных возрастов. У меня, вот, на данный момент у меня занимается девочка. Ей 10 лет. И я честно скажу, что она местами поспособней взрослых некоторых студентов. Вот. Так что возраст абсолютно никакой роли не играет. Там все довольно-таки просто. Чему именно обучаете? И с какой аппаратурой нужно приходить на занятия? Мой курс нацелен на упрощенное понимание фотографии. Чтобы человек, который хочет как-то этим начать заниматься, первые шаги в этом сделать, не спотыкался об какие-то профессионализм и так далее. Ему просто, ну, я хочу показать, что фотография это на самом деле просто. И если приложить немножечко ума, терпения и желания, то фотографом, в принципе, может стать практически каждый. Это, конечно, тоже вопрос индивидуальный, потому что творческий взгляд, конечно, все-таки влияет, наконец, на результат то, что будет у человека получаться. И очень классно, что вот Илья развивался как раз в ветре. Да. По началу. И к чему это сейчас привело, это тоже удивительно. И как раз мы даем эту площадку. И сейчас тоже наш курс начинается с февраля. Можно записываться. И мы тоже будем стажировку организовывать в наших мероприятиях для фотографов. То есть сразу и практика. У вас-то Илья история, собственно, прихода к фотографии какая? Это все вылилось из любительского увлечения. Вот вы обсуждали тут, кто на какие профессии учится. У меня все очень забавно. Я получал второе образование высшее техническое в нашем сельхозе. И в какой-то момент я понял, что это, ну, мягко говоря, техническое образование не мое, потому что оно всегда, скажем, мягко было гуманитарием. Вот. И начал заниматься фотографией когда-то уже. До какой-то ступени понял, что университет, в принципе, можно бросать. Вот. Вы тоже ходили куда-то заниматься профессиональным фотографом? Нет, нет. Ну, был курс один от геометрии, в которой я на данный момент сейчас работаю. Вот, вот все, наверное. А в основном всю информацию, весь навык, который у меня сейчас на данный момент имеется, в том числе преподавательский, это все обретено лично моим опытом, моим трудом. Так что, вот. Что касается технических моментов, которые вы спрашивали конкретно аппаратуру. Что приносится будет? Да. Да. Можно прийти с телефоном, но, честно скажу, вот прям откровенно, не особо это желательно. Лучше все-таки иметь зеркальный фотоаппарат с мануальным режимом. Потому что, вот как художники рисуют кисточками, художник этой кисточкой все целые, полностью управляет. Точно так же очень желательно, чтобы у вас был фотоаппарат, который... Мануальный режим. Мануальный режим. Все параметры можно выставить самостоятельно. Да. Чтобы вы полностью управляли своей техникой. Угу. Это все-таки важный момент. Ну, как бы и мануальные режимы на телефоне есть, но все равно, как ни крути, как бы сейчас технологии не развивались, телефоны никогда не будут снимать лучше, чем фотоаппараты полнообценные, как ни крути. Ну, найдутся люди, которые поспорят, конечно, с вами. Ну, я с профессиональной точки зрения вам об этом сообщаю, потому что большой объектив все-таки к телефону не приделать. Ну, есть же такое понятие, уже давно оно существует, мобильная фотография. Да, да. Оно очень развивается, но, тем не менее, если, предположим, какое-то заведение открывается, им нужен коммерческий фотограф, и в большинстве своем человек, который за этот вопрос отвечает, он отдаст предпочтение человеку с большим фотоаппаратом. Ну, да, когда красивые, качественные, презентационные снимки нужны, то, да, тут профессионалам обычно обращают. А если какой-то индивидуальный момент, вот просто пофотографироваться выйти, конечно, да, я вот могу на свой телефон пофотографировать. Курс у вас только один или разные курсы есть, рассчитанные на новичков, там, ну, продвинутых пользователей? Я думаю, да не думаю, уже знаю, у нас этот момент, в принципе, продуман заранее был, то, что если я на курсах встречу интересного мне человека, который будет, ну, потенциально буду в нем видеть какие-то вот корешки для роста дальше фотографии, и мы пригласим на собеседование в геометрию. Напомните, что такое геометрия. Геометрия — это компания, которая делает репортажные съемки у нас в городе, это сетевая, конечно, компания. Сетевая компания, да. По всем городам работаем в стране, да. Есть сайты, где можно посмотреть, собственно, примеры. Да, есть портал геометрия, и там можно с нашими работами ознакомиться. Ну что, перспективные, Светлана? Я уже записалась в нее. До эфира я все разузнала и уже записалась. Да, ну и, кстати, по поводу фотографии. Мы договорились с Ильей, и большая благодарность ему, когда мы будем разыгрывать, когда начнем вопросы задавать нашим слушателям, у победителя, у правильно ответившего на вопрос, будет возможность попасть абсолютно безвозмездно на месяц, на занятия Илье. Вот такой вот сегодня сюрприз. Что, к музыке возвращаемся? Да. Мы хотели анонсировать сегодняшний концерт, в том числе. Да, когда вас можно услышать. Да, сегодня как раз, да. Пятница уже начинают люди планировать свои вещи, уже выходные. Да, ура. И как раз вот я говорила о том, что из ветра рождаются разные проекты, и у нас родился проект «Дуэт как пойдет». И сегодня в «Двенашке» Книжный клуб «12» можно будет сыграть, можно будет прийти послушать, как мы играем, поем свои песни, каверы. Книжный клуб «12» в 7 часов. 12 плюс, соответственно. Да, а информацию можно найти в «Арт-комьюнити Ветер», группа ВКонтакте. А что-то в ближайшие выходные тоже можно заглянуть в домик? Да, мы проводим мероприятия регулярно, каждую неделю, и как раз в субботу впервые мы привозим группу. И это группа Нина Йоту из Сыктывкара. Это наш опыт первый, я горжусь и радуюсь, что все это случится. Тоже, получается, в 6 часов, завтра, суббота, можно приходить. Тоже «12 плюс». Да. А что ожидать? Это дуэт. Я смотрю в сообществе ВКонтакте, это дуэт. Музыкантов ребят зовут Иван Нестерец и Иван Кочеренко. Ну, один назван Ваня, другой Иван. Видимо, чтобы немножко различать между собой, что они представят нашей публике. Они интересные, музыка танцевальная. Своя? Новая, да. Конечно, своя, это сейчас очень ценно. Акустическое звучание, электроника, они везут кучу звука на машине, вся машина будет в звуке, да, будет мощно, точно. Это случится, и я очень рада. То есть вот это можно танцевать? Да, конечно, мы поставим, конечно, и стулья, как это бывает. То есть это не баллады там никакие немедленные, да? Нет, это танцевальная музыка движевая. Любопытно. Ребята активно гастролируют вообще? Они, в Сыктывкаре есть револьт-центр, который помогает им как раз гастролировать по разным городам, и даже, по-моему, за рубеж они выезжали. Как они на вас-то вышли? Или вы на них вышли? Да, у нас же все-таки большая команда, и все ребята друг к другу вообще рассказывают, ездят, путешествуют наши из комьюнити нашего. И как раз одна из девушек у нас познакомилась с ними в Сыктывкаре на курсе, который проходила там, и позвала их к нам. Я с радостью откликнулась, и вот организовываем. Поэтому, да, ценность того, что нас много, мы рассказываем по всей России, рассказываем о нас, и нас зовут уже и в Москву, и в Нижней проводить мероприятия. Вот уже планируем события. Так, ну, расскажите поподробнее, что это. Еще пока просто планы, и это вот можно за этим наблюдать, будет в группе ВКонтакте. Ага, ну, в ближайшее время, да, это? Это случится, я думаю, весной и летом потихонечку все. Кстати, к 650-летию города думаете что-нибудь такое, этакое, сделать? Времени еще много, думаю, что придумать. Нет, на самом деле, очень мало уже. Сейчас уже идет составление вот этого плана всех там мероприятий. Год пролетит очень быстро, я уверен. Это да. Ну, летняя движуха у нас, конечно, вообще на пике всегда. Да, мы каждую неделю, наверное, проводим на Спасской разные концерты, и в Александровском саду, в фестивале. Поэтому будет, конечно. Вот отдельная благодарность за как раз музыку, которая звучит на Спасской улице. Мне так нравится, когда идешь... Пешеходную часть имеем в виду, да? Она, наконец-то, да, пешеходная часть вот этой улицы Спасской, когда там звучит живая музыка, наконец-то эта улица оживает, приобретает свое значение, истинное, да, такое прогулочное, когда можно действительно по ней погулять, посмотреть, и становится такое ощущение, что ты где-то там в Москве, в Санкт-Петербурге. Оживает. Да, то есть оживает. Спасибо вам большое за это. Да, уличные музыканты, музыка на улице, да, когда даже там, не знаю, без какой-то усилительной аппаратуры человек просто сидит на лавочке и играет что-нибудь, поет под гитару. Для нас это, конечно, еще не виды, мне кажется, для Кирова. Но вот пока сейчас начинается это развиваться, я к тому, что у нас принято считать, что в городе народ в целом хмурый. Да. И он особо не обращает там внимания, когда идет, вот, уперся, да, и идет из пункта А в пункт Б, и что там происходит, кто там песни исполняет, особо никто и не замечает. Это да, я четыре года уже пою на улице, да, стритую, это называется стритовать, и, конечно, такое есть, я поэтому перестала. Я вот начала ездить на юг, была поездка, потом Москва, Питер, потому что, правда, там количество больше, и, правда, туда обращают внимание больше. Но когда, когда получается подарить свет этим мрачным людям, это еще приятнее в разы. Поэтому все-таки мы встаем, особенно с Паской. Да, не останавливайтесь, пожалуйста, мне кажется, что это, ну, когда-то произойдет это изменение. Мы все-таки такие северные, и часто боимся проявлять даже свои эмоции. Долго раскачиваемся еще. Да, и вот иногда нам кажется, что вот я буду казаться глупым, если я остановлюсь, там, буду слушать или танцевать на улице. То есть мы очень сдержанные, мы прямо очень в рамках, и я думаю, что, ну, когда-то, может быть, это мы преодолеем. Куда к нам приезжают просто известные артисты, музыканты, актеры, которых прямо узнают на улице. Вот, а они говорят, что мы видим, что нас узнали, но вы северные, вы не под... Мы как бы... Я не буду подходить, я не буду брать... Северные, черствые. Нет, не черствые, а вот именно такие, что... В своем коконе в каком-то, да, замкнувшиеся. Ну, то есть, когда, говорит, мы приезжаем на юг, там нас... Можно ли с вами сфотографироваться, а можно еще, там, мою сестру, бабушку, маму, там, всех позовут, и они, там, а можно вас обнять, вот, то приезжаем, говорит, когда в северные города, там обычно так все... Да, да, конечно, мы вас узнали, но вот так... Не подойдем, закрытые. Да, тем не менее, находятся все-таки люди, которые, как бы, обратную связь дают. Не все так плохо у нас с Кирой. Да, поэтому мы и встаем, и поем. Реально, там, и танцуют, и с детьми приходят, и всякие движения происходят, так что... Поэтому я и говорю, да, не бросайте, пожалуйста, да, не уезжайте на юг, пойте на улицы с Паской, на других. Ну, насколько я понял из нашего уже разговора, вы люди открытые для общения, для предложений, для инициатив всевозможных, да, и вы, вот, общаясь с новыми людьми, вы тоже какие-то, вот, делаете какую-то выжимку, возможно, да, какие-то новые идеи рождаются совместно для последующих реализаций. То есть это такой организм, который постоянно развивается, да, то есть вы не диктуете свою точку зрения, да, там, я преподаватель, ты ученик, вообще-то, давай, выполняй все то, что я тебе говорю, да. У меня очень много... Все мои ученики, это мои друзья, что дети, что взрослые, и это самое важное. Теплая атмосфера — это то, ради чего приходят люди к нам в ветер. Всегда. Это всегда снилось, да, Илья? Вот за это всегда цепляют, цепляются люди и приходят снова, и это самое важное. Добро, свобода, любовь — наши девизы. И это правда ценно, когда вот мы в таком мрачном, правда, городе, в таком болотистой местности, мы можем... Ну ладно уж, давайте не будем уж ругаться так прямо. Мы можем найти кусочек света и прийти в этот домик и провести нас на мероприятии. Кстати, на какой инструмент вот больше всего запрос идет? На гитару. Я знаю, что у вас очень много, да, инструментов, вы предлагаете, вот на какой больше всего популярный гитар? Да, гитара, сейчас еще вокал, вот мы тоже развиваем, поэтому туда тоже ходят, потому что это в целом тот инструмент, который есть у нас у всех. Вот, а гитару еще купить надо, ну то есть там, твои вопросы начинаются. Но укулеле тоже вот сейчас имеет спрос большой, особенно у детей маленьких. Давайте мы поясним, что такое укулеле. Ну маленькая гитарка. Да, это маленькая гитара, четыре струны. Это четыре струны. Такой предгитарный опыт. Честно говоря, я к укулеле никогда так серьезно особо не относился. Я тоже. Ну да, ну поставь ты каподастры на гитаре, да, там на каком-нибудь пятом, шестом, и ты будешь, собственно, тоже выдавать такие высокие ноты, как на укулеле. Я смотрю, многие музыканты, да, включают в состав своих инструментов именно укулеле. А строй, кстати, какой у укулеле? Гитарный, шестиструнный? Нет, там ля минор, он выше. А, выше. Четыре струны и ля минор. Но на самом деле в нем есть своя изуминка, такой гавайский легкий стиль, и у нас в группе Кудри, где я тоже участвую, там тоже есть укулеле, и она дает определенный вот вайп, вот это настроение такое живое, детское, такое легкое. Такое, да, такое, да. Трын-трын-трын. Да, можно взять в поездку. На пикник. На пикник, да. Ну то есть... Самым маленьким, если так, самым юным, вернее, ученикам сколько лет, и самым возрастным. Ага, у меня, я преподаю полтора года, шесть лет, сейчас самый маленький ребенок, и была пенсионерка, ученица, 60 лет ей было, гитару купила, все, ну потом как-то бросила, мотивации не было в целом. Но мы организуем эту мотивацию как раз квартирники, на которых могут дети и взрослые реализовывать себя. Потому что какое-то время проходит, они начинают немножко сливаться, уставать, там свои дела, а тут мы даже на самом деле рождаем новые проекты. У меня есть одна ученица, с которой мы теперь ведем проект «Йога и гитара». И тоже приглашаем на него, и тоже в ветре можно за этим следить. Мне в последнее время вообще почему-то казалось, что по поводу гитары, люди как-то все меньше и меньше стремятся научиться играть. Раньше, в 90-е, я помню, во времена моей юности, да, это было бы очень популярно. Но с развитием гаджетов, как-то вот все в гаджеты ушло. Вы, видимо, противоположной точки зрения придерживаетесь, да? Все-таки люди стремятся научиться. Да, да. И идут, и хотят. Играть на гитаре. И на гитаре, и на фортепиано, и в любом возрасте, да. Ну, кстати, школ в последнее время очень много развелось, и как-то постоянно реклама какая-то всплывает в социальных сетях. Там мужчина, который умеет играть на гитаре, всегда становится центром внимания в любой компании и так далее. Там приходи учиться, ну, вот такая мотивация возникает. Я думаю, что сейчас у слушателей у наших созрел вопрос. Мы уже несколько раз произнесли это слово «домик». А где, собственно, вы базируетесь? Или мы об этом будем говорить уже тогда, когда... Это будет вопрос. А, когда вопросы будем задавать. Да. Центр города — это такой главный момент, потому что это удобно для всех. Но место такое интересное. Как раз, может быть, кто-то будет знать и ответить на наш вопрос. В общем, с этим вопросом будем связаны. Да. Ребята, которые приедут к вам из Сыктывкара, если смотреть в ближайшие недели, кто, возможно, еще будет приглашен? 5 февраля у нас будет TED Talk. «Ветер в голове» как раз называется. Да, это пройдет в «Конструктор практик». Скоро тоже анонс уже. Разные спикеры. TED Talks — это формат маленьких лекций. 15-20 минут на разные темы. Концепция такая, что вот времена, такие интересные времена, в которых хочется найти баланс вообще в своей жизни. И мы позвали разных спикеров, чтобы понять, какими инструментами можно пользоваться. И психиатр будет, и человек, который разбирается в социотипах. Успокоили. Психиатр будет? Да, можно спросить. У него вот серьезные внутренние вопросы. У нас просто много подростков, достаточно в нашей аудитории. Они как раз часто спрашивают, посоветуйте нам психолога или психиатра. Вот, поэтому мы позвали, пригласили. Так заведите своего постоянного. Да, в комьюнити-то приглашайте. Да, приглашайте в комьюнити. Этим и займемся. Да, и несколько еще спикеров, которые расскажут о том, как они сами справляются и дадут нам инструменты. Это пройдет 5 февраля. Конструктор практики. Реклама сейчас у нас будет небольшая, после чего начнем розыгрыш наших призов. Так что будьте с нами, не переключайтесь. 211-101, напоминаю номер нашего прямого эфира. Сейчас наши гости будут задавать вам вопросы. В гостях у нас Настя Печенкина, создатель арт-комьюнити «Ветер», преподаватель музыки и Илья Урс, фотограф проекта «Геометрия Киров» и музыкант. И вот мы уже подогрели интерес к домику-то. Ну давайте, Настя, задавайте вопрос. Домик-зы. Ой, призы у нас еще. Ради чего? Вопрос задать домик скорее уже. Видимо, ты скажешь, молодец, да, и все. Так, да, призы, конечно. Что мы разыгрываем сегодня? Пригласительные в кинотеатр «Смена и дружба» на любой фильм «Мэсьянс». Пригласительные в галерею «Прогресса» на фотовыставку проекта «Первозданная Россия» 6+. Книги от магазина «Читай город» Тамара Карташова, короче говоря, про риторику, влияние и харизму 16+. Елена Бриолия «Черный как тайна, синий как смерть» 16+. Фенни Флэк «Рождество и красный кардинал» 6+. Также у нас есть специальные призы от наших гостей. Это обучение на авторском курсе фотографии от фотографа Ильи Урс на одного, уточню. И пригласительное на концерт группы «Нина Йоту» 28 января 18.00. Это произойдет в домике. Не скажу пока. Пока не говорим. Пока не говорю где. Сохраняем интригу. Возрастное ограничение концерта 12+. Итак, 211-101, звоните после того, как прослушайте вопрос от Насти. Настя, пожалуйста. Ну, поехали. Наконец узнаем, где все-таки у нас домик находится. Вопрос. Где находится домик и что это было за здание больше ста лет назад? Какое интересное заведение располагалось в этом здании больше века назад. Чье оно было тоже. Да. Известный такой момент. А само название нынешнее, домик, почему оно возникло? Да, кстати, почему домик? Оно родилось как раз у Вятского субъектива, который все это зачал. Молодцы, развивали. Сейчас мы продолжатели. Домик, дворик у нас уличное такое тоже название, когда мы выходим. Домик, дворик. А, кстати, у вас нет уличного пространства там перед домиком? Там есть как раз. Можно что-то уличное проводить у вас? Да, субботник проводили и делали там из поддонов классные скамейки, столики. Но соседи интересные там. Очень хочется в нашем городе арт-квартал. Вот где вот... Этим занималась и Цая, кстати. Пешеходная Спаска. Это да, это не арт-квартал. Полностью. Есть у нас звонок? Ну да. Тема дискуссионная, да, подняли ее. Добрый день, как вас зовут? Алло. Добрый день. Добрый день, как вас зовут? Всем привет. Игорь Медов. Игорь, вопрос. Прям вот прям можно растечься по карте Кирова, но все-таки известно ли вам, где домик находится? Это квартирного типа такой, да? Да, совершенно верно. Это квартира. Ленина. Улица Ленина. Там, короче, напротив универмага. Да. Как-то сбегал туда. Да. Клевый такой домик. Спасибо. Стараюсь. Игорь, а знаете ли вы... И мероприятия проводятся очень суперские. И лекции, особенно концерты. Какой концерт в следующий раз будет? Завтра. Не на йоту. Называется дуэт музыкальный с Сыктывкара, да, в 6 часов вечера. Пойдете? Пойдете? Так, схожу. Там я хотел еще, знаете, что, билеты в кино взять. Ну, слушайте, так, давайте мы с точным адресом домика разберемся, наверное, да, в первую очередь, чтобы все узнали и все запомнили. На Ленина, короче, добка доходится. Ну, можно мы озвучим? Ленина, 67. 67. Да, как раз глобус там. Ленина, 67. Его вы и имели в виду. Ну, и, видимо, выбираете вы все-таки билеты в кинотеатры, да? Да, в смену возьму. В смену. Хорошо. Не кладите, пожалуйста, трубку. Все, все, все ответили, да? А потом я забегу попозже. Все равно ждем, всегда ждем. Ну, у нас была вторая часть вопроса, да, о том, что в этом здании располагалось сто лет назад, потому что там было очень интересное заведение. Вот. Можем как вторым вопросом или можем рассказать? А давайте вторым вопросом. Давайте следующего слушателя будем ждать, да? Теперь мы уже точно знаем, что ребята, да, проводят свои мероприятия по адресу Ленина, 67. Это сейчас магазин на улице Ленина, а что в этом здании располагалось сто лет назад? Вот такой вопрос интересный. Потому что здание это, я знаю, что оно старинное, ему около двухсот лет, вот, но сто лет назад там было одно интересное заведение. 211-101, ну, давайте второго нашего слушателя примем звонок. Алло, добрый день. Добрый. Добрый, как вас зовут? Андрей. Андрей, хорошего дня вам, Андрей, хорошего завершения рабочей недели. Ну, и что же сто лет назад там располагалось? Ну, кондитерская. Все верно. Кондитерская? Якубовские, да. Сладкое место. Может быть, даже, да, назовете хозяина этой кондитерской? Станислав, Якубовский. Якубовский, да. Все верно. Все верно, Андрей. Поздравляем, какой приз вы выбираете? Пойдете на концерт завтра? Не смогу. Я, короче говоря, возьму. Короче говоря. Имеется в виду книжка Тамары Карташовой про риторику, влияние и харизму. Отлично, не кладите трубку. Передаем вас нашему редактору. У меня маленький вопрос перед тем, как следующий вопрос задать. Почему именно это место вы выбрали для арт-комьюнити? А вот это наши друзья, Вязкий субъектив, которые сейчас уже далеко на другом расстоянии, в другом месте. А мы продолжатели их. И место чудесное. И как раз-то старый фон, здание, вау. И мы хотим продолжать развивать эту культуру старых домов. Плюс самый центр города, близко к пешеходной прогулочной части, историческая часть. Все складывается. График работы какой-то существует, как это официально бывает? Нет, только мероприятия. Вот мероприятия, плюс там можно использовать как аренду для праздников. Где можно узнать о ваших мероприятиях? Занятия там же проходят непосредственно? Занятия проходят, мы приходим домой, можем приходить домой, и можем встречать у нас дома. То есть у нас в квартире уже в другой. А в домике, в принципе, тоже это возможно. О, ясно. Где узнать, да? Да, где можно узнавать о ваших мероприятиях? В группе ВКонтакте и в Инстаграме art-комьюнити-ветер. Киров, art-комьюнити-ветер. Да даже без слова Киров, art-комьюнити-ветер. Найдется. Поисковик, он выдает верную ссылку. Пара минут у нас еще есть. Это возможность задать еще один вопрос. Илья, видимо, будет задавать. Так, ну что, дорогие друзья, у меня вопрос для тех, кто хотел испытать судьбу, кто хотел получить шанс начать заниматься фотографией сразу сходу хорошо и правильно. Вопрос следующего характера. Кто был первым фотографом царской семьи? Кто был первым царским фотографом? Вопрос довольно-таки простой. Ого. Базовая эрудиция. О каком периоде историческом идет речь? Что-то как-то... Ну, Николай II. А, Николай II. Да, Николай II. То есть вот последняя представительность. Очень много, кстати, сохранилось и фотографий, и даже есть видеосъемка царской семьи. Интересно, знаток вы или не знаток. Давайте проверим. 211-101. Первый фотограф царской семьи. Пожалуйста, какие у вас есть варианты? Напоминаю, что первый ответ, который окажется неправильным, мы можем закрыть уши свои на него. Еще можем выслушать вариантик. Так что будем стараться помогать. Вот нам звукорежиссер подсказывает, что у нас полторы минуты остается. В общем, личность известная. Это русский? Да, точно. Среди фотографов это вполне популярный человек. Русский человек? Да, он русский. Он русский человек. Есть звонок. Ну, давайте сейчас услышим попытку ответить. Добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья. Вопрос вам понятен? Да. Да, пожалуйста, отвечайте. Сергей Левицкий, может быть. Да, все верно. Сергей Левицкий. Не может быть, а точно. Точно, точно он. Поздравляем вас, Наталья. Вы где-то успели подсмотреть, признаетесь? Что в помощь? Ну, конечно, да. Ну, у нас это дозволяется, да. Что выбираете, Наталья, в качестве приза? А можно в кино? Можно, у нас дружба есть. Я в городе просто не буду, а то бы на концерт заходила. У нас сегодняшний победитель, один из предыдущих, вернее, победителей выбрал в кинотеатр смены билеты. Да, у нас еще дружба есть. В дружбу пойдете? А кому дружба? Да, все, отлично. Не кладите трубку, по традиции вас на нашему редактору передаем. Полминутки у нас остается буквально, да. У вас есть еще возможность пригласить желающих приобщиться к творчеству, к себе. Да, мы всегда рады видеть желающих, талантливых, неталантливых, любых вообще людей, которые готовы просто развиваться. Творческих ребят с творческой жилкой. Школа ветра, арт-комьюнити «Ветер», курс по фотографии от Ильи Урса. Всегда рады. И до скорых встреч. Спасибо, спасибо. Творчество — это жизнь. Всем спасибо. Безусловно. Анастасия Настя Печенкина и Илья Урс, наши гости. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Культпоход». Светлана Дождевых. Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. До свидания. «Культпоход». «Культпоход». Продолжение следует...